Первая площадка для керлинга открылась в Хабаровске. Идет набор детей для подготовки команд. Керлинг официально признан олимпийским видом спорта. Обучать спортсменов будут на базе детской школы хоккея Амур. Сегодня состоялась первая тренировка. Легко ли толкать камни по льду узнала Александра Романова. Бьются, но не разбиваются. Снаряды для керлинга сделаны из сверхпрочного мрамора. Их производят только в Ирландии. Плата за уникальность высокая. Комплект снарядов из 16 штук на игру стоит полтора миллиона рублей. Эти камни профессиональные. Они приехали специально из Сочи. Нам их выделили. Профессиональные камни, которые, как положено, состоят из двух частей. Основная часть, которая скользит из особого вида гранита и внешняя оболочка камней. Хабаровску снаряды для игры в керлинг достались в подарок от Федерации керлинга России. Именно эти камни использовали сборные на Олимпиаде в Сочи. На первый взгляд кажется, что ничего сложного в том, чтобы толкнуть камень для керлинга нет. Сейчас посмотрим, как это будет на деле. Встаем ногой, как мне сейчас рассказал тренер, чтобы оттолкнуться, берем камень. Он довольно тяжелый, совершенно нелегкий. Это мрамор. И, собственно, толкаем. А так выглядит бросок профессионального тренера Павел Мишин, действующий игрок ярославской сборной по керлингу. В Хабаровск приехал за новыми впечатлениями. Говорит, что керлинг – игра тактическая, как шахматы. Но на первой тренировке юных керлингистов в основном учат падать. Обучение детей техники выезда, показать, как это должно происходить. Обучение, чтобы дети аккуратнее падали, если будут падать. Будут выполнять броски на всю длину, то есть попробуют, каково это. И сыграем в мини-керлинг. Занятия бесплатные. Площадку для тренировок подготовили в платином арене, отобрав часть ледового поля хоккеистов. Теперь оно не европейского стандарта, а канадского. Для соревнований предусмотрен борт-трансформер. Мы предусмотрели трансформер, так называемый такой. Значит, здесь во время проведения официальных игр могут подъезжать боксы для штрафованных. Здесь все это монтируется быстренько. Здесь вот собрали всю сборку электрическую. То есть отсюда может идти управление звуком, светом. То есть все это делается в течение 15-20 минут. Набор в детские группы продолжается. В перспективе толкать камни по льду смогут и взрослые. Уже в 2022 году в Хабаровске запланировано начать строительство отдельного керлинг-центра.